Здравствуйте! На телеканале Обнинск ТВ новости мы рассказываем вам о событиях нашего города и региона в студии Георгия Розоваева. И Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. 26 июня день мирного атома. В Обнинске широко отмечают 65-летие первой в мире атомной электростанции. Дорожное строительство. В Наукограде продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта. Дворовые игры. В Балабанове открылся пятый культурно-спортивный сезон «Выходи во двор играть». Сегодня в Калужской области отмечается День мирного атома. В этот день, в 1954 году, в Обнинске была успешно запущена первая в мире атомная электростанция. В Доме ученых прошла научно-техническая конференция «История, традиции, опыт, знания и кадры атомной энергетики как ресурсы развития в 21 веке» с участием российских и зарубежных представителей атомной отрасли. Конференция проходит под эгидой ядерного общества с международным участием при поддержке Росатома в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии. В Обнинск прибыли ученые из других городов России, работники и ветераны атомной отрасли, приехали иностранные делегации из Германии, Австрии, Китая и других стран. Присутствовали на мероприятии руководители города и региона. Первым выступил ученый, участвовавший в запуске и остановке реактора Обнинской станции. «Это было очень важно для того, чтобы всему миру продемонстрировать. Да, у нас тоже есть ядерное оружие, но мы считаем, что ядерная энергия не для того, должна быть использована, чтобы уничтожать человечество, а на благо людей». Поскольку проект делался в сжатые сроки, рассказал ветеран ядерной отрасли, первые годы работы на атомной станции выдались непростыми. Но все сложности преодолеть удалось. К тому же, добавил Лев Кочетков, это было интересно. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, важно помнить, в каких сложных послевоенных условиях рождалась ядерная программа нашей страны. Важно помнить, что именно в Советском Союзе атом начали использовать в мирных целях. «Найти еще силы, ресурсы на мирный атомный проект было, нягко выражаясь, непросто. Более того, без сомнения ветераны знают, что была идея вообще закрыта на определенном этапе обновскую атомную станцию, но ее не закрыли. Она стала не только первенцем атомной энергетики, она стала научно-исследовательской площадкой, дала жизнь и ФИИ, и вдохнула, что ли, на многие годы жизнь и энергию в город-область». Сегодня перед российской ядерной промышленностью стоит ряд вызовов технологического, экологического и политического характера. Но несмотря на это, подчеркнул Алексей Лихачев, атомная отрасль в стране продолжает развиваться. «Мы генерируем уже не первый год порядка 20% электроэнергии страны, более 40% здесь центральной России, и в этом смысле имеем вполне нормальную поддержку и правительства, и президента. Мы проводим замещение старых технологий реакторов ВВР-440, реакторов РБМК на новые мощные реакторы поколения 3+, ВВР-1200». Активно ведется и работа над реакторами малой и средней мощности. Это развитие требует и огромных финансовых вложений, и усилий со стороны работников отрасли. Еще больше усилий требуется приложить на направление работы с зарубежными партнерами. Необходимо не только построить объекты ядерной промышленности, но еще и подготовить компетентный персонал. В скором времени Калужский регион тоже отметит свой юбилей – 75 лет. Появление Обнинска и первой в мире атомной электростанции сыграли значимую роль в истории становления области. Это дало огромный импульс развития Калужской области. Естественно, Калужская область гордится нахождением в своей территории города Обнинска как первого наука города России. Все люди, которые трудились на благо развития этой тяжелой науки, сложной науки, они создавали здесь определенный кластер высоких научных знаний. Здесь образовывались крупнейшие предприятия, научные центры. Среди почетных гостей научно-технической конференции был и Том Митчелл – председатель Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные электростанции. В своем выступлении Митчелл отметил роль ядерной отрасли в современном обществе. И все это началось здесь, добавил председатель ассоциации. Доклады, с которыми выступали ученые, касались атомной промышленности в прошлом, настоящем и будущем. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Обнинск ТВ В Наукограде продолжается ремонт транспортных артерий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В понедельник на планерке главы администрации Обнинска об этом подробно рассказал Вячеслав Лежнин. На Кончаловского и на Самсонском проезде работы завершены практически, там на 90% исполнения. Проверка проведена, все выполнено качественно. Осталось нанести разметку и навести там порядок, и подготовить документацию в сдаче. Продолжаются работы возле мемориала «Вечный огонь». Из графика подрядчик не выбивается. Чего не скажешь рабочих на Гагарина и Королева. На Королеву бордюры полностью заменены, на Гагарина практически работы тоже по замене бордюров завершены. Сейчас будем их очень активно подталкивать, что пора уже приступать к укладке асфальта, немножко они у нас подзадерживаются. В процессе удаление старого асфальта на проспекте Ленина. Ремонтировать по нацпроекту в этом году будут нечетную сторону, от улицы Белкинской до пересечения с проспектом Маркса. На улице Красных Зорь завершается демонтаж старого бордюра и старого дорожного покрытия. На Жолио-Кюри, где работает тот же подрядчик, ведется подготовка к осуществлению ремонта. Приступили к работам на улице Университетской. На этой автодороге подрядчик не просто сделает ремонт, он еще и будет отвечать за содержание в течение последующих трех лет. Также состоялся за сэкономленные средства у нас конкурс на улицу Калужская. Должны уже в ближайшие дни заключить контракт, уже закончены торги состоялись, фирма определена, тоже должны приступать к работам. Как и предполагалось, на торгах сэкономить удалось. На высвободившиеся средства будет проведен ремонт оставшейся части улицы Кутузова, от пионерского проезда до пересечения с проспектом Ленина. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». Хроника происшествий 25 июня началась с сообщения ДТП. В 9 часов утра на пересечении Мера-Лишенко столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, девушка за рулем иномарки «Фольксваген», выезжая на главную дорогу, не заметила отечественную легковушку марки «Лада Ларгус» и допустила столкновение. Хорошо, что в результате аварии обошлось без жертв. Вечером 24 июня в объектив видеокамеры, установленной в торговом зале одного из сетевых супермаркетов на улице Аксенова, попал молодой человек, личность которого на данный момент устанавливается. Гражданин присвоил себе чужой мобильный телефон, который до этого забыл школьник. Рассеянный мальчик в компании своих друзей положил покупки в рюкзак и ушел, оставив на столике свой гаджет. А когда вернулся буквально через несколько минут, его не оказалось на месте. После чего незамедлительно обратился в полицию. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о данном гражданине или как-то может помочь следствию, обратиться в полицию лично или по телефонам, указанным на экране. Конфиденциальность гарантируется. В ходе оперативной работы полицейским на днях удалось задержать злоумышленника, укравшего детскую коляску стоимостью 5000 рублей. Произошла кража в одном из подъездов дома номер 81 на проспекте Ленина. Хозяйка оставила ее без присмотра в подсобном помещении, которое, как оказалось, не закрывается на ключ, чем и воспользовался мужчина, уже имеющий судимость. Гражданина доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. К счастью, сбыть коляску фигурант не успел, и ее уже вернули счастливые владелицы. 25 июня в Жуковском районе произошла серьезная авария с участием длинномеров. ЧП случилось в 2 часа дня на 391-м километре трассы А-108 МБК. По предварительной информации, дальнобойщик за рулем фуры «Вольво» двигался со стороны Балабанова. Увидел автомобильный затор и понял, что многотонный автомобиль не успеет остановиться. И решил выехать на полосу встречного движения, где уже столкнулся со встречной фурой марки «Скания». Несмотря на довольно сильные повреждения машин, водителям удалось выжить. Один отделался переломом ноги, а второй сломал руку. На место происшествия прибыли все оперативные службы. На данный момент выясняются все обстоятельства. Около 4-х часов дня на 108-м километре трассы М-3 Украина в ДТП попали владелец иномарки и водитель отечественной легковушки. По предварительным данным, мужчина за рулем Митсубиши, выезжая на главную дорогу, решил и развернуться, но не заметил едущий ВАЗ-21010. Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Обдинск ТВ». В минувший вторник в Балабанове состоялось открытие пятого культурно-спортивного сезона «Выходи во двор играть». Первое мероприятие в рамках городского проекта прошло во дворе по улице Коммунальной. Этот сезон стал в городе юбилейным, а стартовал проект «Выходи во двор играть» еще в 2015 году. Как отмечает директор Балабановского дома культуры, к играм присоединяются не только дети, но и взрослые. Придуман он был в 2015 году, когда с июля месяца раз в неделю по дворам выезжала команда дома культуры, центра физкультуры и спорта, администрации, волонтеры, библиотека и делали вот такую развлекательную программу. За время существования проекта он практически не изменился. Единственное, что там добавляются какие-то новые пункты, появляются блоки по правилам дорожного движения, появляются интерактивные игры, появляются настольные какие-то игры. Главная задача этого проекта заключается в том, чтобы не просто организовать досуг для подрастающего поколения на протяжении двух часов, а научить детвору играть в дворовые игры самостоятельно. Например, в вышибалы или классики. Мы разговаривали давно с коллегами, когда 4 года назад проект мы начинали, многие дети не знали даже правила вышибал. Это очень странно звучит, но действительно так. А сейчас я знаю, что во дворах в центре города даже прыгают на резиночках. В программу мероприятия, которая проводится в Балабанове, входят не только дворовые игровые развлечения, но и соревнования, танцы, песни и конкурсы. Пока еще родители очень осторожно за нами наблюдают, смотрят, но вообще чаще всего даже присоединяются и играют тоже в это. У нас был двор, когда мамы вспоминали и показывали, как правильно прыгать на резиночках. Так что сейчас достанем резиночки и проверим, как мамы помнят или нет. Городской проект «Выходи во двор играть» проходит в Балабанове на протяжении всего лета. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Ко дню мирного использования ядерной энергии в городском музее Обнинска открылась необычная фотовыставка «Обнинск. Первый наукоград России». Ознакомление с представленными материалами поможет кому-то узнать историю становления первого в стране наукограда, а кому-то освежить в памяти знакомые события. Выставка достаточно компактная. В ней 16 планшетов. Начинается все с лаборатории В. Дальше вкратце рассказывается об истории создания и запуска атомной электростанции. О создании Центра подготовки моряков-подводников, о научной отрасли города. Например, на рассказ о физико-энергетическом институте потребовалось несколько планшетов. У нас уже просто физически места не хватит, чтобы рассказать об Обнинске. А хочется рассказать подробно, поэтому приходилось компоновать и иногда делать маленькие фотографии. И текст минимальный. Намного больше разработок сделано в каждом из институтов, чем мы имели возможность написать. Елена Ромодина допускает. Выставка не сильно заинтересует жителей Наукограда, потому что на какие-то объекты вводят экскурсии, а о каких-то можно узнать из книг, издаваемых музеем или посетив соответствующую экспозицию. Это фото-выставка, в общем-то, с небольшим текстом. И фотографии, документы, представленные на планшетах, конечно же, взяты из фондов музея. Фонд музей богатый, много интересных, редких, уникальных документов, фотографий. И часть из них представлена, вот можно посмотреть на этих планшетах. Гости из других городов и стран, которые в ближайшие дни приедут в Обнинск, также скорее посетят расширенную экспозицию, где и материалов значительно больше. А вот тем, кто не может побывать в городском музее, знакомство с историей Наукограда просто необходимо. Это Елена Ромодина поняла и из собственного опыта. Я говорю, из города Обнинска, а это вот маленький городочек под Москвой, чем он интересен? Так это же первый Наукоград России. Это город первый в мире атомной электростанции. Город, где многие институты научно-исследовательские работают над проблемами, связанными с радиацией и атомной энергией. Поэтому выставка и задумана, как передвижная. В планах музейного руководства выставиться в Масальской картинной галерее, в парке Патриот, в Подольске, в Малой Ярославце и Боровске. С историей Наукограда хотелось бы ознакомить и жителей за пределами Калужского региона. В планах провести еще две похожих выставки. Одну по Морозовской даче, другую по штабу Западного военного фронта, который размещался в годы Великой Отечественной войны на землях, где позже вырос Обнинск. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ И на сегодня это все. С новостями этого выпуска вы также можете познакомиться на интернет-сайте телекомпании в группе Обнинск Онлайн в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. А мы прощаемся с вами. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске нашей программы, которая выходит в эфир по будням в 19 часов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова